20 минут о красоте, которая проявляет себя в любое время года и при любых обстоятельствах. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте! Человеческие качества первой необходимости, которые сегодня в большом дефиците, это терпение, трезвый расчет, оптимизм и позитивный настрой. Всеми этими качествами готовы поделиться абсолютно безвозмездно все те, кто обладает ими в большом количестве. Ну а программа Beauty Time готова выступить в качестве посредника. Сегодня своим оптимизмом с нами делится руководитель офтальмологической компании, общественный деятель и благотворитель Анна Сердюк. Я на сегодняшний день стараюсь сохранять как раз таки уверенность в том, что через какой-то период времени, да, там все равно это все закончится и мы продолжим жить абсолютно нормальной жизнью. Вот эти вот кризисы, карантин, это просто период возможностей. Мы сделали дополнительные бесконтактные доставки после каждого вот этого вот, после каждой этой поездки мы в обязательном порядке обрабатываем абсолютно все. И я не могу сказать, что если бы не было вот этой вот ситуации, да, как сейчас, чтобы мы когда-то бы вообще додумались до такого и когда-то бы вообще это запустили. Это у меня абсолютно позитивный настрой на вообще все ближайшее будущее, которое есть. Я абсолютно четко понимаю, что наш мир изменился, что сейчас все просто будет немножко по-другому. И это не первый раз, когда приходится просто менять для того, чтобы было хорошо, комфортно, качественно и для того, чтобы это все работало. С благодарностью отношусь ко всем сотрудникам, которые все экстренные меры, антикризисные меры, да, которые мы называем, которые могут быть и не самыми приятными с точки зрения работы, с точки зрения новых обязанностей, с точки зрения того, что приходится сейчас делать сотрудникам, которые находятся на различных должностях, да, они это все воспринимают абсолютно спокойно, с полным подчинением, спокойно выполняют. И я всем говорю, мы пробуем и смотрим на результат, пробуем и смотрим на результат. И все к этой позиции именно так и относятся, и действительно пробуют, и результат, слава богу, положительный. Я не знаю, как изменится мода, но она же меняется постоянно, она меняется регулярно, и это как раз-таки тот процесс, который не останавливается. Поэтому я думаю, что тенденции будут добавляться, тенденции будут меняться. В очковой моде, скорее всего, все будет немножко сложнее, да, потому что там технологичные процессы, там есть определенные нюансы формирования моды. Поэтому если говорить об очковой моде, я не думаю, что будут какие-то прям глобальные изменения. Но если они будут, мы их с удовольствием примем, и это будет здорово. Когда начинает что-то систематически происходить плохо, нужно начинать просто с себя. И подумать, что я делаю не так, да, если в моей жизни такая ситуация происходит. Все вот именно с этого вдохновения и начинается, да. То есть если мы будем все акцентироваться на том, что у нас все плохо, все рушится, что никогда ничего хорошего не будет, то вот мы как раз-таки вот в эту отрицательную сторону будем идти. Но если мы хоть чуть-чуть будем стараться смотреть и искать что-то позитивное, вот в этой вот истории, да, какие-то возможности, конечно, это трудно, конечно, это сложно, это сложно каждому. Просто мир изменился. И поэтому вот я считаю, что с учетом того, что мир меняется, ну и мы должны немножко измениться. И кто сказал, что эти изменения отрицательные? Мы не знаем, что будет через два месяца. И если мы будем настраивать себя на то, что эти изменения должны быть положительными, вот я уверена, что такими они и будут. Дела домашние, которыми большинство из нас в последнее время заняты больше обычного, повлияли и на тематику сюжета в программе Beauty Time. Так со съемочной группой мы отправились на кухню, чтобы открыть там для себя что-нибудь новенькое. Вот в последнее время вектор интересов большинства людей, он сместился в сторону кухни, ну по объективным причинам. Вот и мы в программе Beauty Time решили организовать гастрономическую рубрику. Позвольте представить вам Екатерину. Катя вообще это человек-оркестр. Она и фотограф, и дизайнер, и архитектор. И какие, Катя, у тебя еще активности? Ну и еще, да, поклонница. Да, я правильного питания поклонница. И у нас есть магазин, где мы продаем все для правильного и полезного здорового питания. Нас трое в проекте, и мы все на спорте, активные. И в какой-то момент просто поняли, что нам не хватает самим такого магазина, куда мы пришли и купили себе на обед, на ужин корзину продуктов, чтобы не бегать по городу, а прийти в один магазин и купить это все. И сегодня Катя предлагает нам идею правильного перекуса и легкого десерта. Бутерброд с ореховой пастой «Урбич» и желе из консервированного манго без сахара. Но это не просто будут бутерброды, а они будут полезные. И чем вот, например, «Урбич» с гречневыми хлебцами будет отличаться от, например, ну, какого-нибудь простого паштета, допустим, с черным хлебом, там, жены, не знаю, бородинским. Они легче сами по себе, чем хлеб, в принципе, и меньше, там, и по размеру, и по всему. Плюс конкретно гречневые, в них нет глютена. Если это паста, любая, в принципе, «Урбич», «Миндаля», «Кешью», это только орехи. То есть это чистый перемолотый миндаль. Ничего нет, абсолютно никаких вкусовых добавок. И при этом он вкусный, действительно вкусный. А хлебцы чем легче хлеба? Они не вызывают брожение, и здесь тоже в составе только гречневая мука и соль. Хлебцы с «Урбичем» насыщают организм, что не хочется кушать достаточно долгое время. Наши закуски и десерты, они не только легкие по своему составу, они еще и очень просты в приготовлении, поэтому пойдемте сейчас. Екатерина нам все покажет. Сильно много мастерства не надо, чтобы сделать бутерброды. Я настаиваю на том, что вот не надо говорить «Кухня не мое», нужно начинать с малых форм, например. Туалета и паста. С малых форм начинаем. Вот раз вот уже, глядишь, уже... Перекус себе готов. Хочется украсить, можно ягоды добавить, будет десерт. Можно зелень, тогда будет перекус. Сейчас в разговоре с тобой узнала, что желатин желатину рознь. Вот какой он бывает и почему именно вы правильный желатин привозите? Загустители бывают разного происхождения, животного и растительного. Агар-агар растительного происхождения, он из водорослей, а желатин, как мы знаем, говяжий, из говяжьей кости. Мне больше нравится агар-агар, потому что он чище на выходе. Ну и вегетарианцы, по своим убеждениям, не могут ничего животного, тем более говяжьего, и поэтому используют водорослей. Да. Так, ну что, я разбавляю агар-агар водички горячей. В принципе, рецепт простой. Мы добавляем манго, растворяем агар в горячей воде, в кипяченой горячей воде. Вливаем. И мешаем блендером. Не хватает экзотики, хочется в отпуск, хочется манго, хочется какую-нибудь такую экзотическую, потому что ягоды обычные, мы и так их едим, в принципе, летом, и делаем из них желе. А манго – это такая экзотика, уже интереснее. Наливаем в форму. В чем еще разница желатина и агар-агара? Желатин застывает, ну, в основном в холодильнике, а агар-агар можно оставить при комнатной температуре, и он застынет. Телемедицина в Челябинске. Эту инновацию в числе первых у нас внедрили в клинике «Источник». Теперь пациенты имеют возможность получать консультации врачей разных специальностей дистанционно. Телемедицинская консультация будет эффективна в том случае, если пациент уже был у врача и теперь обращается с целью интерпретации анализов назначенной динамики или уточнение диагноза, или коррекции назначенного лечения. На сайте клиники «Источник» и на ее страницах в соцсетях есть видеоролик с пошаговой инструкцией, как зарегистрироваться и записаться на прием. Нужно зайти на сайт клиники «Источник», найти вход в личный кабинет, авторизироваться через портал госуслуг и, оказавшись в личном кабинете, выбрать нужного вам специалиста, дату, время консультации и оплатить услугу. На этом процедура оформления телемедицинской консультации закончена. Первичному пациенту на онлайн-приеме специалист дистанционно сможет составить план обследования и дать рекомендацию к врачу какой специальности лучше записаться на прием. Пациенту, который ранее не был у врача, к которому обращается на онлайн-консультацию, нужно понимать, что в рамках такой консультации невозможно выставить диагноз, назначить лечение. И дистанционно врач может порекомендовать специалиста, к которому необходимо обратиться, скорректировать или назначить план обследования или провести беседу о профилактических мероприятиях при том или другом заболевании. Расписание телемедицинских консультаций открыто у врачей разных специализаций, в том числе и узких – эндокринолога, ревматолога, невролога, кардиолога, гастроэнтеролога, гинеколога и других. Это особенно важно для людей, имеющих хронические заболевания. Вы – женщина с формами, и вам хочется одеваться стильно и модно? Нравится себе и окружающим? Специально для вас имидж-клуб Светлана объявляет набор в проект «Модель Х-Плюс». Подробности по телефону – 263-57-37. Все мы оказались в непростой ситуации, но у каждого из нас она непроста по-своему. Возьмем, к примеру, выпускников и их родителей. К их текущим проблемам добавилось еще больше неопределенности. Но, кстати, до введения ситуации самоизоляции программа «Бьюти Тайм» побывала на специализированном семинаре, который был посвящен перспективным профессиям, а также качествам, которые делают нас конкурентоспособными. Куда пойти учиться? Вопрос выбора будущей профессии, тема горячих обсуждений и жарких споров в семье, где есть выпускники. Как выбрать правильный и перспективный вуз в эпоху, когда профессии стремительно исчезают, и какие качества в этой связи необходимо в себе воспитывать? Этим вопросом был посвящен семинар «Помоги своему ребенку поступить правильно». Мы говорим о психологических особенностях поколения ЗЭТ, о том, как помочь ребенку справиться с волнением и стрессом в самый сложный период его жизни, в период вступления в вуз, в период окончания школы. Мы говорим им обязательно, что нужно познакомиться о том, кто преподает на этой программе. Мы говорим о том, что сейчас абсолютно открыта информация, какие университеты существуют базы практик. Мы говорим о том, что сейчас также в доступе информация о том, куда можно пойти работать, получив эту специальность, и с какими компаниями сотрудничает то ли иное учебное заведение. Немаловажным является научная деятельность университета, потому что те гранты, те, так скажем, лаборатории, которые существуют в университете, они тоже дают мощный толчок для развития молодого специалиста. Иногда кажется, что вопрос поступления в вузы больше всего волнует родителей, нежели самих выпускников. Эта проблема действительно относится к категории вечных, но и с этим можно справиться с помощью психологов. Каждый делает выбор сам, и ребенок имеет право сделать выбор самостоятельно и потом нести ответственность за этот выбор. Тем более, правильного или неправильного выбора быть не может. Сейчас настолько все быстро меняется, что ребенок потратит какое-то время, переучится и найдет себя. Потому что это в любом случае поиск. Никто не знает заранее, кто он и что ему будет интересно через 5 лет. Все мы меняемся. Очень много тревог у родителей, и это отдельная работа, потому что мы так тесно слеплены с нашими детьми. Мы на моменте их сепарации эмоциональной, в моменте подросткового возраста, тоже переживаем ряд состояний. И родителям сложно. Сложно, потому что они воспринимают выбор ребенка о профессии, да, или способность пережить какую-то экзаменационную часть, как свою. Проблема выбора учебного заведения – задача трудная еще и потому, что некоторые профессии постепенно вымирают. К тому же, обладатели дипломов часто не работают по специальности. В этой связи эксперты рекомендуют не только изучать профильные предметы, но и воспитывать в себе умение адаптироваться. На сегодняшний день ряд профессий будет вымирать, и какие-то деятельности будут уходить за своей ненадобностью, потому что технологически можно решить этот вопрос. Но особенности профессии будут связаны именно с эмоциями. Именно эмоции делают нас людьми, делают нас индивидуальными, с собственным опытом, с собственными переживаниями, делают нас уникальными. И уникальность профессии, и как ты будешь представлен в профессии, в мире профессий, в будущем будет подчеркнуто именно твоей уникальностью. Профессия блогер – да, одна из самых востребованных профессий на ближайшее время, 100%. Блогеры, влогеры и все, кто делает маленькие короткие видео. Сейчас, как стало известно, ТикТок вышел на первое место среди социальных сетей в Европе и в США. И поэтому все, что делается в ТикТоке, будет трендовым еще в ближайшее время. И если сейчас блогер – это популярная профессия, стоит задуматься над тем, что с ней будет через 3-5 лет. Быть может, умение общаться с аудиторией в соцсетях станет обязательным навыком для профессионалов самых разных сфер. Пожалуй, главный универсальный совет как для выпускников, так и для их родителей – это научиться преодолевать страх перед неизвестностью, быть открытым ко всему новому, но и готовым к неожиданностям, как показывает нынешняя ситуация. Вы смотрите Beauty Time. А сейчас наша постоянная рубрика, которая посвящена бьюти-инновациям. О методиках, создающих красоту и продлевающих молодость, рассказывает эксперт и бьюти-блогер. Я Елена Бронникова, и я являюсь бьюти-экспертом. Все свое детство и юность я провела в салонах красоты, потому что это наш семейный бизнес. Фракционный лазер СО2 незаменим для тех, у кого есть неровности кожи, для тех, у кого есть трубцы, постакне, шрамы, заломы, а также у кого есть растяжки. Во время процедуры происходит термическое воздействие на кожу, косметологи говорят выпаривание. В течение недели старые клетки кожи отшелушиваются и кожа обновляется. Данная процедура является курсовой, но с каждым последующим разом вы видите, что ваш рубец разглаживается, и через несколько сеансов вы обнаружите абсолютно ровную кожу. У процедуры есть противопоказания. Об этом косметолог обязательно расскажет вам на консультацию. На этом все. Меня зовут Елена Бронникова. Естественность – это хорошо, но я за ухоженность. Центр косметологии «Мэрлин». В нынешних условиях мы работаем с соблюдением всех мер предосторожности. Для вас мы рады представить по демократичным ценам лазерную и электроэпиляцию, аппаратное и инъекционное омоложение, удаление шрамов и тату, выполнение и коррекцию татуажа. Звоните 268 05 07. Центр косметологии «Мэрлин». Ждем вас на улице Свободы, 32. Преискурант на сайте вселенка.ру. Школа маникюра и педикюра «Лаки». Учим грамотно и с душой. Лучших выпускников трудоустраиваем. Онлайн-запись учеников и моделей на сайте lakyschool.ru Ювелирный бутик «Частная коллекция» представляет уникальные работы ювелирного дома «Моисейкин», шедевры которого украшают коллекции президентов, монархов, премьер-министров, звезд кино и сцены. Эксклюзивный представитель дома «Моисейкин» в Челябинске – ювелирный бутик «Частная коллекция». В настоящий момент работаем в режиме онлайн. Телефон плюс семь девятьсот двадцать два, семьсот пять, восемьдесят восемьдесят пять. Для первых в труде и первых в игре. Для первых свиданий и первых признаний. Для первых по кудряшкам и первых по волнам. Для первых на поворотах и первых на виражах. «Махва» – первые для первых. Вы смотрите «Бьюти Тайм». Красивые подробности красивых событий в формате «ноу-коммент» в завершении выпуска. «Бьюти Тайм». Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А на этом выпуск завершен, до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok